Алло. Здравствуйте, вы дозвонились на нашу горячую линию. Оставайтесь на линии, первый освободившийся оператор вам ответит. Нахватался. Кошмар. Ай, ну что же, здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Кто это? А с кем я говорю? Куда я попал? Пора, уже пора, поскольку обещанного три года ждут, мы для верности подождали почти четыре. Пора объявить второй сезон наших подкастов с подзаголовком пыльный микрофон. Может быть, это уже даже не второй сезон, а ремейк, софт-рибут? Не исключено. Так вот, в российский прокат выходит картина Питера Форелли «Зеленая книга». Ты ее даже, кажется, успел посмотреть, да? Да, вчера я ее успел посмотреть. Да, в связи с этим, я думаю, что неплохо было бы обсудить творчество братьев Форелли. Давай. Я, похоже, успел посмотреть гораздо меньше фильмов, чем ты, но, тем не менее, найду, что сказать. Ты их вообще посмотрел? Это уже хорошо. Да, я посмотрел, в, так сказать, шорт-лист попали всего три фильма. Это «Безбрачная неделя», «Я снова я и Рен», и на перемотке еще немножко посмотрел муви 43. Долго не смог, извините. Что так, отличный фильм. Как тебе сказать? Вообще, что я хочу сказать, братья Форелли — это как? Братья Коэн только на порядок хуже, наверное. Ну, с другой стороны, люди нашли, видимо, свою какую-то нишу, и, соответственно, клепают фильмы долго в жанре все эти годы, поэтому я даже несколько удивился, что новый фильм Питера Форелли как-то взяли и номинировали на Оскар, в общем-то. Пока ты, там, собирался мне позвонить все это время, я времени зря не терял, у меня родилась замечательная аналогия с другими режиссерами, но я тебе об этом расскажу чуть позже, наверное, как раз когда про зеленую книгу и заговорим. Как поступим? По хронологии пойдем? Если по хронологии, тогда ты первый. Наверное, тогда начну, ты меня прокомментируешь местами. Да, по возможности. Да, где-то издашь свое фирменное ххх. В общем, все как обычно. Это было быстро, да? Да, поехали. Поехали. Первый фильм «Братья Форелли» — полнометражный фильм под названием «Тупой еще тупее» — «Dumb and Dumber» 94-го года. Классический, так сказать, VHS-хит нашего детства или юности, в зависимости от того, кто какого возраста, и одна из наиболее известных работ с молодым Джимом Керри. 94-й год для него был очень продуктивным, поскольку в этом году вышли «Эйс Вентура» — «Тупой еще тупее» и «Еще маска». Маска, конечно же, да. Точно, маска. Да. В этом году народу, так сказать, максимально открыли резиновое лицо Джима Керри, и, в принципе, у него актерский метод не менялся на протяжении всех этих трех фильмов. То есть это по максимуму кривляться, поскольку он человек-комик из СНЛ. И профессиональным актером, в общем-то, не является, ну, эдакий комедий-клабщик, только американский, да? Угу. В фильме «Тупой еще тупее» его поставили в компанию с более-менее профессиональным драматическим актером Джеффом Дэниелсом. Ну, относительно драматическим. Сейчас я бы сказал, что у Дэниелса карьера складывается даже не хуже, чем у Керри. Я бы даже сказал, что лучше. Но в 94-м году имя Джеффа Дэниелса особо ничего массовому зрителю не говорило, поэтому в связке с Джимом Керри он смотрелся тогда немножко, может быть, противоестественно для массового зрителя. Сейчас как раз противоестественно смотрится Джим Керри, потому что его ненатуральные ужимки в фильме смотрятся еще более раздражающе, чем в 94-м. Знаешь почему? Почему? Потому что накануне выхода второй части братья Форелли дали замечательное интервью, по-моему, Стивену Колберту, в котором заявили, что при производственном бюджете картины «Тупой еще тупее» в 17 миллионов, 7 миллионов было отведено на зарплату Джиму Керри. Да, а, соответственно, Джефф Дэниелс получил всего-то в 140 раз меньше, то есть 50 тысяч долларов за всю свою работу. Да. Узная этот факт и смотря фильм, возникает ощущение легкого пригорания пониже спины, потому что Керри играет просто омерзительно. Во всех сценах, где он появляется и нет Джеффа Дэниелса, это просто терпеть невозможно. Я думаю, что все, в общем-то, сюжетную конву помнят, что два тупых друга отвозят чемодан дамочки, которую герой Джима Керри подвозил в аэропорт, а чемодан подвозить не нужно было. И, в общем, из этой серии, так сказать, «забавных происшествий», очень в больших кавычках мы берем слово «забавных», мы узнаем побольше о том, какие наши герои тупые. Вот, и как им ловко удается из всех передряг выпутываться, вопреки обстоятельствам. Так вот, когда герой Джима Керри остается наедине с, например, актрисой, которая играла вот эту Фам Фаталь, Лорен Холли, которая играла одну из главных ролей в сериале «Чистокола», который я усиленно перевожу. В общем, это такой криншфест, что хочется закрыть глаза, выйти из комнаты и больше сюда не заходить. Шедевр убер-актинга, смотреть по состоянию на 2019 год, это просто невозможно. Все-таки 25 лет для такого фильма, для такой тупой пердежной комедии, это срок очень серьезный. Ну и, соответственно, фирменный юморок братьев Форелли, который из этого фильма перекочевал, в принципе, во все их следующие картины, он здесь уже прослеживается довольно четко, да. Да, они, похоже, одного и того же стиля придерживаются вообще всю свою карьеру, в общем-то. Да, и апогея это достигло как раз-таки в Movie 43, но мы к нему придем чуть позже, да. Да, позже. Следующим фильмом 96-го года была такая комедия «Заводила», «Кингпин». Братья Форелли здесь выступили только режиссерами, и фильм повествует о нелегкой судьбе игроков в боулинг. Главного героя играет Вуди Харрельсон, его героя зовут Рой Мансон, и Рой Мансон, начинающий, подающий надежды, игрок в боулинг. В 70-х годах, в 76-м, если я не ошибаюсь, он выигрывает в местном чемпионате штата другого подающего надежды и уже известного игрока, героя Билла Мюрре, и игрока зовут Эрни Маккрякин. Эрни Маккрякин устраивает ему подставу, из-за которой ему приходится участвовать в подпольном матче. После того, как он участвует в этом подпольном матче неудачно, он лишается правой руки. Такое достаточно чернушное начало фильма. Ну и, соответственно, уже фильм проходит в наши дни, наши современные фильмы дни в 96-м году, когда герой Вуди Харрельсона спустя много лет спился, скурился, выглядит неважно и ходит с крюком вместо руки. Комедия тоже изобилует достаточно низкопробными шутками, частенько шутками омерзительными, я бы сказал, не уровня Movie 43, но недалеко. И за большую часть этих шуток отвечает актриса Лин Шей. Нынешний зритель, в принципе, может ее помнить по серии замечательных ужастиков «Отсрал», где она прописалась, походу, уже до пенсии. А оказывается, раньше она очень активно играла в фильмах «Братьев Форелли». Это практически как Фрэнсис Макдорманд, только «Братьев Форелли». То есть Макдорманд у Коэнов продолжает твою аналогию, а у Форелли Лин Шей. Да, но с другой стороны, вот опять же вспоминая «Отсрал», приятно, что пенсионерам в современном Голливуде тоже находится работа. Жизнь-то тяжелая, пенсионный возраст повышают. Путин, уходи! Фильм «Заводила» смотрится на порядок лучше, чем «Тупой еще тупее», хотя бы в свете того, что главные роли играют профессиональные актеры, а не какие-то хренья с горы. Хотя Билл Мирой тоже начинал в Saturday Night Live, но не суть. Вуди Харльсон играет довольно хорошо, образ опустившегося алкоголика ему удавался еще в 96-м. Хорошо сыграл Билл Мирой, такого эталонного засранца. Как я понял из данных о фильме, что Билл Мирой, в общем-то, особо не парился с запоминанием строчек диалога, он сценарий так примерно ухватил и дальше импровизировал как может. То есть на него смотреть очень интересно. Неплохо сыграл Рэнди Куэйт, просточка Амиша, которого Рой Мансон находит себе в ученики и хочет с ним отправиться на чемпионат по боулингу в Рино с призовым фондом в 1 миллион долларов. Убить всех зайцев сразу и, так сказать, вернуться в большой боулинг, пусть и путем тренерства, а не участия непосредственного. И еще и заработать неплохих деньжат. Рэнди Куэйт играет, да, такого дурачка-простачка, которого все называют The Kid, хотя на момент съемок ему уже было, ну, конкретно так за 40, даже, по-моему, старше 45 лет был. И, в принципе, если посмотреть на Рэнди Куэйта сейчас, это такой медвежьего типа мужик здоровый. Ну и тогда он тоже был немаленький. Но он дурачка сыграл отлично. То есть основное актерское трио играет хорошо. Женщина, которая обязательно должна быть в фильмах братьев Форелли, Ванесса Энджел, играет из рук вон плохо. Но, слава богу, ее в фильме не так и много. Плюс очень хороший саундтрек, очень хорошая эстетика роуд-муви. Для Форелли вообще характерно то, что персонажи часто садятся в машину и куда-то едут в загадочные еб... Под красивую музыку, конечно же. Здесь этого тоже хватает. Я бы даже сказал, что эти сцены тянут одеяло на себя, и это хорошо. Ну и плюс, в общем и целом, не сказать, чтобы у фильма есть какая-то замечательная мораль. Потому что большинство персонажей все мерзавцы. За исключением, пожалуй, что Рэнди Квейден, у него тоже рыльца в пушку. Тем не менее, здесь проявляется некоторое... Ну такой, знаешь, добрый настрой братьев Форелли. То есть они смеются, они какие-то тупые шутки все время проворачивают, но не со зла. Как будто вот хотят по-доброму насмехаться над своими персонажами. То есть их персонажи это скорее такие незадачливые, побитые жизнью неудачники. Нежели просто омерзительные ублюдки. Вот по крайней мере в ранних фильмах. Поэтому заводило, вот в связи с этим, в связи с тем, что таких неудачников играют подходящие для этого амплуа актеры, как Вуди Харрельсон и тут же Билл Мюррей и Рэнди Квейд, смотрится неплохо. Я бы сказал, что из ранних комедий заводило очень даже неплохой. Сейчас уже подберемся к ясного я и Рэн, но сперва нужно обязательно, конечно, рассказать о совершенно омерзительном фильме There's Something About Mary 98-го года с Беном Стиллером и Кэмерон Диас. Не смотрел, не слышал ничего про него. Слышать слышал, но, может быть, к счастью, не смотрел. К счастью, потому что, во-первых, у этого фильма огроменный хронометраж 2 часа 10 минут для тупой комедии. Это просто, ну, фактически как «Космическая Одиссея-2001». Альтернативный Стэнли Кубрик. Да, очень альтернативный, ну, значит, такой, которого молоточком по голове постучали. Можно, наверное, конечно, когда совсем нечего делать, потратить 2 часа 10 минут на это замечательное произведение, но этому активно препятствует само содержание фильма. Вроде бы Бен Стиллер – актер неплохой. Режиссерские работы тоже неплохие. Ну, те же «Солдаты неудачи», да, можно только хвалить. Мэтт Дилан, пусть он и как молодой актер больше играл, и сейчас в каких-то сериалах все больше, но тоже вроде как неплох. Крис Эллиот, который часто играл с Биллом Меррей в том же «Дне сурка», он играл ассистента-оператора, если помнишь. Да. Вызывает только положительные эмоции в первой половине фильма. Но вот что откровенно добивает, это то, что уровень юмора спустился, так сказать, еще ниже, постучался об дно и начал его пробивать. Ладно, черт с ним, что в «Тупом и еще тупее» есть там все шутки про сопли, саки и какахи, да, то есть то, что, в принципе, весело, когда ты маленький. Ну, смешно так похихикать, можно. Но когда тебе уже крупным планом начинают показывать мошонку Бена Стиллера застегнутой ширинкой, отвисшие накладные сиськи линшей, что там еще? Ну и прочие малоприятные вещи. Нет, я должен сказать, я должен сказать, сперму на левом ухе, висящую на левом ухе Бена Стиллера, которую берет себе Кэмерон Диас, приняв ее за гель для волос и размазывает его себе по волосам. Шутки! Смейся! Если уровень юмора настолько прекрасен и прекрасно, что все это обязательно показывают крупным планом, после этого фильма, если смотреть муви 43, тогда никакого особого диссонанса не возникает. То есть ты понимаешь, что создатели шли к этому целенаправленно и как бы вот закономерный результат. По наклонной так все ниже и ниже все это. Да, да, да. Если бы это была единая киновселенная, я бы даже не удивился. На, грубо говоря, 40 минут хороших более или менее шуток, смешных тупых шуток, час с хреном шуток омерзительных. Уравнение такое не в пользу фильма получается, на мой взгляд. Но потом в 2000 году вышла я снова Я и Рен. Да. Как ты уже сказал, что у Форелли хорошо получаются роут-муви, в том числе эпизоды, когда персонажи садятся и куда-то ел. Да, да, да. Видимо, эстетика роут-муви прежде всего и спасает этот фильм, которым сыграли опять же Джим Керри и это... Рене Зельвегер. Да, она же Бриджит Джонс все хотел назвать. И в общем, там суть в чем. Главный герой Чарли, которого играет Джим Керри, он полицейский, отрубивший в полиции, честно, сколько-то там десятков лет. Его бросает жена, в которой он души не чаял. Почему-то бросает, непонятно. Почему-то бросает. Да, и в конечном итоге он решает, что лучший путь это как непротивление, то есть он ни с кем не спорит. И об него все могут вытирать ноги, и в конечном итоге он никому ничего не делает. Но внутри у него все копится-копится, это скрытое раздражение, которое в конечном итоге приводит к появлению второй личности, Хэнка. Я бы даже сказал, что бурлит говно, которое в итоге выплескивается. Да, получается так, что по стечению обстоятельств ему нужно доставить одну девушку, Рене Зельвегер, из одного штата в другой. И по пути они попадают в цепь разных неприятностей, в том числе криминального характера. Я могу сказать, что из всех отсмотренных фильмов, ну, не многих, скажем, отсмотренных фильмов, но и братьев Форели, это, наверное, самый приличный. Частично потому, что его спасает Джим Керри своим кривлением. Здесь оно как-то хоть более-менее к месту. Частично, опять же, из-за эстетики роуд-муви. Частично из-за того, что там не все время посвящается шуткам про сек в говно и пердеж. Только половина. Только половина, да. Поэтому даже сегодня, спустя 19 лет после выхода, он воспринимается еще более-менее по сравнению с остальным. Хотя есть комедии куда смешнее, опять же, в той же самой эстетике роуд-муви. Я бы сказал, что после «Заводила» он, в принципе, стоит на втором месте у меня среди тупых комедий «Братьев Форели». Но это, в первую очередь, может быть, еще и потому, что «Заводила» мне с раннего детства, я его, так сказать, записал на VHS, и вот смотрел, смотрел, смотрел. Лак мне очень сильно он нравился. Но все-таки мне кажется, что шуточки вот заводили потоньше, в «Я снова я и Рент» чуть потолще, но тоже местами есть довольно неплохие. И даже тупые образы тех же, например, троих детишек героя Джима Керри, которые афроамериканцы. Да. Да, потому что его ушедшая от него жена согрешила с маленьким... Как это политкорректно сказать-то по-русски? Я знаю, что «little people» говорят на английском. «Черзаным к*****м». «Черзаным к*****м», да. И оставила герой Джима Керри выводок из троих детишек. Да, которые выросли и стали превышать его по размерам в два. Несмотря на то, что эта шутка тупая, абсолютно тупорылая, но смотрится она очень смешно вот до сих пор. Я не знаю, меня просто все время пробивает на нездоровые, оптимистичные хихи, когда я их видел в каждой сцене. Особенно, когда они делают, например, домашние задания. Это достаточно... Да-да-да, и начинают похваляться своими знаниями в области астрофизики и тому подобного. Едва не забыл важнейшую шутку, очень важная шутка из фильма «Заводила». Ты ведь помнишь первый сезон «Настоящего детектива»? Да. В одной из ранних серий герой Мэти МакКонахи приходит к герою Вуди Харрельсона домой в его отсутствие и стрижет ему лужайку. Да. Так вот, я не знаю, в чем тут дело, но в фильме «Заводила» в одной из сцен в одном придорожном кафе, значит, герой Рэнди Куэйда нарывается на неприятности. Его приглашает потанцевать местная девчушка, а у этой девчушки парень какой-то такой быдло-дальнобой из местных. И когда этот быдло-дальнобой это видит со своими корешами, герой Вуди Харрельсона понимает, что Рэнди Куэйда надо как-то вытаскивать из этих неприятностей, потому что сам он лошок и этого сделать не сможет. Поэтому первое, что ему приходит в голову, это дать ему в морду. И вот он такой выбегает, будто бы он тоже возмущен тем, что герой Рэнди Куэйда лапает чью-то девку, бьет по морде Рэнди Куэйда, валит его просто в нокаут и при этом кричит фразу «Не смей стричь лужайку чужого мужика!» И я все думал, это Пиццелата очень большой фанат фильмов «Братьев Форели» или это просто такое невероятное совпадение? Стоит задуматься, действительно. И если отмотать еще чуть-чуть назад про твой рассказ о выходе «Тупого еще тупее» в 94-м году, забавно, что ровно в том же году вышел еще и первый фильм «Скорость», который «Спид», и там также играл Джефф Дэниелс, но только это боевичок, он там играл напарника главного героя Киану Ривза. В общем, совершенно разноплановую роль в один год, это тоже так. Более того, там есть еще одна селф-референшал джок, когда, опять же, при дорожной забегаловке, ну, род муви, чего уж тут поделать, герой Джеффа Дэниелса случайно нарывается на местного быдла дальнобоя, и герой Джима Керри предлагает отомстить. Приходит к дальнобое его компании и говорит, «Джентльмены, мы вас сейчас угостим гамбургерами за наш счет, извините за сложившиеся, так сказать, неприятные обстоятельства». Те говорят, ну, чё, какие вопросы, давай, плати, чё, вперед. Тот подходит к стойке и говорит, что вот эти джентльмены заплатили за нас, и вообще вот мы тут еще со стойечкой возьмем всякой фигни. Кассирша за прилавком смотрит с удивлением, дальнобои кивают, дескать, да-да-да, да-да, всё нормально. И они убегают. После чего Гэри, герой Джеффа Дэниелса, он говорит, «Ты где этому научился?» Герой Джима Керри, соответственно, говорит, «Я в одном фильме посмотрел». Ну и как, сработало там для того парня? Да, сработало, но потом его, правда, догнали и перерезали горло. А так всё нормально. Так вот, шутка заключалась в том, что герой того фильма, который провернул точно такую же шутку при точно таких же обстоятельствах, его играл Джефф Дэниелс. Мета! И что это был за фильм? Охрен его знает, я не помню. В 2001 году вышло аж три фильма «Братьев Форелли». Ну как, один из фильмов они только продюсировали, во втором они выступали частично режиссёрами, в третьем они были режиссёрами, продюсерами и сценаристами. Passion Project, можно сказать. Итак, что касается фильма, в котором они выступали продюсерами, «Say It Isn't So», там какие-то шутки про инцест были уже в синопсисе, поэтому я решил фильм не смотреть. «Благополучно». Да. Фильм, в котором они выступали режиссёрами, продюсерами и сценаристами, это «Любовь зла», если мне не изменяет память. Да. С Джеком Блэком и Гвинет Пелтроу, кажется. Да, всё верно. Где Гвинет Пелтроу играет одновременно и саму себя по комплекции, и несколько полную даму, вот, в которую волею судеб влюбляется занощивый Джек Блэк. Да. То есть его так прокляли за то, что он выбирает только по внешности, он выбрал внешне некрасивую девушку, но добрую внутри. То есть ему внутренняя красота только была видна. Насчёт этой комедии много раз текаться мыслью по Древу не буду, потому что смотрел её относительно давно, последний раз по телевизору, где-то, наверное, года полтора назад. Угу. В целом, я бы сказал, что там, несмотря на наличие шуток ниже пояса, физического юмора, опять же, прослеживается вот этот добрый настрой. Угу. Даже какой-то, я бы сказал, дух притчи витает при этом, да, что есть мораль, что так вот, как Джек Блэк в начале фильма делал, делать нехорошо. А вот в конце фильма он всё-таки исправляется. То есть какая-никакая положительная арка персонажа есть. Да. Но в целом фильм, конечно, звёзд с неба не хватает. Если увидите в телевизоре во время, не знаю, перещелкивания каналов, вполне можно посмотреть. Да. А вот что касается третьего проекта, речь идёт о таком совместном лайв-экшн-анимационном фильме под названием «Осмосис Джонс», который повествует о том, как герой Билла Мюрре сожрал яйцо, подобрав его с земли. А. И у него в организме начали твориться всякие забавные штуки. Завязка на 12 из 10 уже прям. Просто топчик, я бы сказал, извините. Суть в чём, Билл Мюрре такой неряшливый работник зоопарка, и, соответственно, гигиена его не сильно волнует. Зато она волнует его дочку, которая, соответственно, волнуется из-за того, что герой Билла Мюрре после смерти её мамы, соответственно, его жены, совершенно перестал за собой следить. За этот сегмент непростых взаимоотношений героя Билла Мюрре и его дочери отвечали, собственно, братья Форелли. За анимационный сегмент, всё, что происходило внутри организма Билла Мюрре, отвечали люди достаточно талантливые. Это, ну, там по фамилиям уж не буду перечислять, но в основном-то люди, которые отвечали за такие проекты, как, например, «Кто подставил кролика Роджера?» То есть достаточно серьёзные картины, да? Да. И это видно именно в качестве анимации, в качестве постановки, в качестве, например, той же озвучки и вообще в цельности концепции. То есть организм Билла Мюрре, несмотря на то, что это Билл Мюррей, внутри показан достаточно логично и собрано. То есть это такой город, в котором есть своя мэрия в районе мозга, есть свои, соответственно, и трущобы в районе кишечника, разумеется, есть всякие, так сказать, входы-выходы из этого города, ну, в районе естественных отверстий организма, да? И когда Билл Мюррей поедает это нехорошее яйцо грязное, в организм проникает инфекция. Инфекция под названием Thrax. Ну, имеется в виду, видимо, Anthrax, то есть там, не помню, чума, зараза, как-то переводится с английского, что-то такое. Этого Thrax озвучивает Лоуренс Фишборн, известный нам по роли, конечно же, Морфеуса. Да. Главного героя, Асмозиса Джонса, такого белая кровяная клетка, которая, соответственно, занимается защитой организма, и поэтому, по сути, является эдаким полицейским организмом. Его озвучивал Крис Рокк. Примерно манеру говорения представить себе можно, да? Да. Типичный Нига, который быстро-быстро что-то лопочет. Визгливо временами. Да, местами визгливо. В напарнике Асмозису Джонсу дают таблеточку Дриксинола Cold Relief, по сути, дорогостоящей витаминки, которого озвучивает Дэвид Хайт Пирс. Весь анимационный сегмент построен на противостоянии вот этой злобной инфекции, которая вынашивает мегаломаньяцкие планы заразить весь организм, а потом перейти к новому носителя. И, соответственно, тому, как Асмозис Джонс и его приятель Дрикс пытаются его остановить. Хочется отметить, что фильм построен, можно сказать, на антитезе. То есть отличная анимационная часть. Не сказать, чтобы шедевральная или что-то такое, но некоторые моменты, например, заход Тракса, злодеев, подсознание, практически скопировали в фильме Inside Out, головоломка. Причём это открыто признаётся, создатели это открыто признавали. Есть какие-то интересные режиссёрские, есть интересные сценаристские находки. Но во всём, что касается живого сегмента лайв-экшен, там, где играет Билл Мюррей, это просто какой-то звездец. Это были те времена, 2001 год, когда он ещё вроде бы только-только начал сниматься у Уэса Андерсона в «Семейки Тиненбаума», ещё где-то там сыграл. Снялся у Джармуша вроде бы в кофе и сигареты, но ещё не прогремел с Lost in Translation, трудностями перевода Софии Копполы. И, соответственно, вот этот переходный период, такое ощущение, что ему было насрать на всё. Значит, когда он изображает Джар, и что у него судорога в ноге, мне было так больно это видеть, понимаешь? То есть человек вот ему просто по***ть. Это настолько полная клиника, вот все эти моменты, когда появляется Билл Мюррей, что просто как-то даже стыдно. Вот это натуральное чувство испанского стыда. Плюс к этому не обошлось без фирменного трэша от братьев Форели. Это крупным планом лопающиеся прыщи, знаешь, потный Билл Мюррей, вот такой мерзкий потный. Какие-то вот, знаешь, физические какие-то подробности. Опять же, пердёж, ну куда ж без этого. Да, и при этом отсутствует, разумеется, эстетика роуд-муви, потому что, будучи работником зоопарка, герой Билла Мюррея может только поехать домой и на работу обратно. То есть тут даже это не спасает. Получился вот такой забавный Франкенштейн. Всё, что касается сегмента анимированного, смотреть довольно-таки не безинтересно. Ну такое, знаешь, на четвёрку с минусом, тройку с плюсом. А всё, что касается лайв-экшен, это клиника. Это просто, это дерьмо. Это откровенное дерьмище. Тут братья Форели превзошли сами себя. Омерзительно абсолютно. Плюс хочется отметить замечательный, в кавычках, дубляж. Когда Лоренса Фишборна озвучивал такой актёр дубляжа Леонид Белозорович. Если тебе это ничего не говорит, он озвучивал часто Гэри Олдмана, Роуэна Аткинсона и Майка Майерса в серии фильмов про Остина Пауэрса. Да. Очень странно, очень много асинхрона. То есть дубляж начала двухтысячных, это просто мастер-класс того, как делать не надо. Поэтому, если и смотреть, то только, только в оригинале. Вот. Это всё, что я могу сказать о войне внутри организма Билла Мюррея. Ну и дальше. В 2003 году вышел фильм «Стак он ю», застрял в тебе с Грэгом Кинниаром и Мэттом Дэймоном. Да. Который я пытался посмотреть, хватило на 15 минут, вырубил ужаснейшее говнище. Дальше, наверное, передам бразды тебе, потому что «Холл Пэс», кажется, ты про этот фильм хотел поговорить. «Безбрачная неделя», да? Да, да. Рассказывай. Фильм, честно говоря, так себе. Такой тупенький и не особо интересный. У меня, знаешь, возникали ассоциации, как при просмотре самого лучшего фильма отечественного. Это лучшие ассоциации. Да, это лучшие ассоциации, и других ассоциаций у меня для вас нет, потому что я точно так же сидел с каменным лицом, и единственный вопрос, который иногда возникал в голове, а смеяться-то где? Вот над чем? Над собой. Над собой разве что. Не в том, что себя узнаёшь, а в том, что ты потратил время на этот замечательный фильм. Да, совершенно никаких эмоций не остаётся после просмотра. Ни положительных, ни отрицательных. Опять же, шутки ниже пояса, которых куча в фильме. Во всех подробностях показана сцена, например, как Джейсон Судейкис дрочит в машине около собственного дома. Супер. Да, ну блин. Как-то выглядит это очень глупо, как, в общем-то, и весь фильм. Странно. Да, да. Оуэн Уилсон не выделяется вообще ничем, играя как обычно себя. Ну, а у Судейкиса такое, видимо, амплуа жизнерадостного дебила играть во всех фильмах. Единственный фильм, где он не играл жизнерадостного дебила, на моей памяти, это был сериал «Последний человек на земле», потому что там все остальные были жизнерадостными дебилами, в общем-то, кроме него. Приближаемся уже к победному концу. Про муви-43, наверное, стоит сказать, чем меньше, тем лучше, я правильно понимаю? Да, чем меньше, тем лучше. Это типа такой альманах из историй. Муви-43 по условному сюжету, который используется для связки всех этих историй воедино, это якобы самый запрещенный фильм в мире, который по фрагментам главные герои находят там на одном видеохостинге. Что-то там в «View this tube» или как-то так. Нужно смеяться сейчас. Можно смеяться сейчас, ну или плакать там от стыда, я не знаю. Это совершенно отвратительное говнище. Вот знаешь, как смотришь даже на перемотки, как-то ярость какая-то, зубы сжимаются, прям вот скрипят. У меня, опять же, ассоциации с отечественными комедиями, которые я, слава богу, практически не смотрел. Полезли эти КВНчики с фильмами типа «Большая ржака» или что-то вот это вот. Думаешь, как это вообще добралось до киноэкрана? Как Хью Джекман согласился сыграть мужика, у которого на подбородке яйца? Зачем, главное? Что вообще происходит? Зачем? Зачем Ричард Гир играет Тима Кука, главу корпорации Apple? Он там, как пишут, пытался выйти из проекта, осознав, какое говнище влез, но что-то у него как-то не получилось, видимо. Типа, когда сценарий читал, непонятно было, какое говно, да? Да. И когда играл. Совершенно ужасное кино, по достоинству растоптанное критиками и, в общем, и зрителями, и туда, и дорога. Не так давно наткнулся на видео что-то типа «Почему этот фильм такой плохой?» И там была сказана еще такая вещь, что помимо кинотеатральной версии, которую я, судя по всему, видел, вот с несколькими этими сегментами, оказывается, была какая-то расширенная версия, в которой этих, блин, смешнейших сегментов было там не то, что в два раза больше, а что-то типа была цифра, ну, знаешь, 17 против там 6 сегментов, грубо говоря, вот такое вот что-то. У меня просто шокс после этого возник, потому что я подумал, господи, каким надо быть, ну, извращенцем, чтобы это досмотреть. И больше всего, больше всего поразило то, что это снималось все, скажем так, пока у актеров была возможность и время, то есть их вылавливали, говорили, ну-ка, снимись-ка в этом сегменте по-быстренькому там, ну, там, за услугу, грубо говоря. И они это делали. И получается, что фильм в производстве растянулся на 10 лет. Я не знаю, Орсон Уэллс снимает там эпические картины там, да, или там Кубрик какой-нибудь там всю жизнь готовил, Мартин Скорсезе. И тут, короче, братья Форели такие, мы вот тоже у нас есть свой убер-эпик, это Movie 43. Тарантино, как говорит тут в интервью, он работал над сценарием этого однажды в Голливуде около 5 лет. И, в общем, вот с одной стороны вот такие фильмы, а с другой стороны Movie 43. Референс такой, абсолютное днище, от которого можно отталкиваться при оценке качества других фильмов, наверное. Еще посмотрел Тупой, еще тупее 2, сиквел, понятно, какого фильма. Movie 43. Да, разумеется. Как ни странно, сиквел Тупого, еще тупее 1, 1994 года, в который вернули и Джима Керри, и Джеффа Дэниелса. И здесь можно сказать только одно. Присказка, вот Петросянка, вот говорят, фильм для дураков, для дураков, а мне понравился. Вот это вот оно, в моем случае, потому что, несмотря на то, что этот сиквел совершенно ненужный, и такое ощущение, что это осознают все причастные, от главных героев до режиссера и, соответственно, сценариста в виде братьев Форели. И, в общем-то, он достаточно раздолбайский по сюжету и выходит из ниоткуда в никуда. Тем не менее, как тупая комедия, он работает гораздо чаще, чем не работает. А ты же? Есть какая-то, не то чтобы работа над ошибками, но я бы сказал, что плотность тупых шуток возросла прямо геометрически. И если есть такое настроение именно под абсолютно вот безо всяких извилин в башке комедию, я бы даже, наверное, осторожно порекомендовал Тупого, еще тупее 2. Такой вот неожиданный шьямалановский твист. Да, бывает. Я честно скажу, что я этого себя не ожидал, потому что, ну, блин, его обосрали все. Трейлер не обещал ничего хорошего, да и сама концепция производства ремейка спустя 20 лет, ну, как бы нахер-то надо, да? Тем не менее. Особенно, когда Дэниел снялся, например, в этом прекрасном совершенно сериале, например, «Служба новостей», которым заведовал Аарон Соркин, и обратно ныряет вот в эту вот пучину. До этого он даже в «Петле времени» снялся, которая мне, конечно, не нравится, но, тем не менее, ее многие признают очень хорошим фильмом. Ну, на самом деле, такие удивления — это дело приятное, потому что я хоть в последнее время полнометражные фильмы редко смотрю, но когда получаются подобные штуки, это, ну, как сказать, это очень приятно. Ну, и я бы сказал, что еще более неожиданной и приятной вещью является то, что Питер Форелли, один из двух братьев Форелли, в прошлом году, в самом конце-таки, выпустил свой, можно сказать, «Магнум опус», первый серьезный фильм, который схлопотал сразу пять номинаций на «Оскар», ради которого мы тут, собственно, сегодня и собрались, это «Зеленая книга», в которой главные роли исполняют не последние актеры Вига Мортенсен и Махершала Али. Вига Мортенсен играет такого клубного вышибалу Тони Валелонга, итало-американского мужичка, по прозвищу Болтун The Lip. Соответственно, Махершала Али играет достаточно известного классического и джазового пианиста Дона Ширли. А это вроде по какой-то книге снятая. А здесь ситуация немножко другая. Название фильма вдохновлено реально существующей «Зеленой книжкой», так называемой. Она же полное название «The Negro Motorist Green Book». Грубо говоря, такой путеводитель для негров, путешествующих на машине по Америке. «Грин Бук» она не только потому, что она сама по себе зеленая, но и потому, что ее автором был такой гражданин Виктор Хьюго Грин. То есть не только «Зеленая книга», но еще и «Книга Грина». Да, да, именно «Книга Грина», и я все время так думал, является ли это косяком, скажем так, перевода, то, что перевели именно как «Зеленая книга», или все-таки тоже адекватно. Ну, на мой взгляд, что-то серединка наполовинку, потому что все издания книги, они были зелеными. То есть они обыграли, видимо, фамилию. Книжка фигурирует каким образом? Главного героя Вига Мортенсона, а именно Тони Валелонгу, этот самый Дон Ширли, просит отвезти в турне по Южным Штатам. Дон Ширли достаточно известный классический джазовый пианист, известный у себя на Севере. И, соответственно, в Южных Штатах он никогда еще не был по такой простой причине, что действие происходит в начале 60-х годов. А, как нам известно из любой классической советской пропаганды, в это время там в Америке негров еще линчевали вообще-то. То есть действовали законы о расовой сегрегации, были реальные факты российского отношения повсеместного на юге. Жить неграм там, в принципе, было очень и очень нелегко. Да, поэтому герой Махершалы Али требуется помощник в виде такого плотненького и простоватого мужичка Тони Валелонги. И, соответственно, он его нанимает, чтобы он был его личным шофером. Ну и как впечатление в итоге? Впечатление, я бы сказал, отличное. Питер Форелли взял самые выигрышные стороны своей режиссуры и максимально спрятал неприглядные. Уровень юмора намного, на 10 голов выше. Не сказать, чтобы он такой высоколобый. Иногда Тони Валелонга, а именно Вига Мортенсен, конечно, отжигает так, что хоть стой, хоть падай. Плюс некоторые расистские рефрены, опять же, не дают расслабиться. Но это играет фильму на пользу, потому что именно вот такие грубые взаимоотношения черных и белых в начале 60-х, они, в принципе, правдоподобными кажутся. То есть тебе кажется, что так оно и было. Какая-никакая историческая достоверность. Плюс эстетика роуд-муви тут выкручена на максимум. То есть, по сути, весь фильм роуд-муви изначально. Это красивая музыка тех годов, это красивая классическая музыка, это интересные взаимоотношения между италоамериканцем и афроамериканцем. Причем афроамериканец, он крайне образованный, такой достаточно белоручка. А, соответственно, Тони Валелонга, италоамериканец, он, наоборот, из рабочих низов. И, по сути, в плане образования и культуры негром выступает как раз-таки он. То есть, забавная сценаристская игра перевертыш получилась. Интересно еще то, что это основано все на реальных событиях. То есть, Дон Ширли, этот реально существовавший классический пианист. Тони Валелонга, тоже реально существовавший, вышибала в клубе Копа Кабана в Нью-Йорке. И, более того, Тони Валелонга сам был не чушь кинематографу. К нему постоянно в заведение заходили всякие именитые люди, вроде Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы. И за свою жизнь ему удалось отметиться, например, на вторых ролях в «Крестном отце», он был одним из гостей на свадьбе, в «Догдэй Афтернун», «Собачьем полдне Сидни Люмета», в «Бешеном быке» Скорсезе, в «Гудфэллос» Скорсезе, опять же. И он еще играл достаточно заметную роль в сериале «Сопрано» «Кармайна Люпертаци». Достаточно приметная роль. Лю помер он не так давно, в 2013 году, как и сам Дон Ширли. Соответственно, вот этот налет реальности происходящего, он играет фильму тоже на пользу. В целом, отношения кажутся правдоподобными, динамика отношений интересная, не без конфликтов, но, в конце концов, как в любом приятном роуд-муви, все заканчивается хорошо относительно. Это тот самый случай «Гудфилл-муви». Фильм, который ты смотришь, да, и понимаешь, что, ну вот, хорошо, хорошо-хорошо. Хорошо становится вдвойне, когда понимаешь, что это снимает не кто бы то ни было, да, а, блин, Питер Форелли, который 25 лет до этого снимал шутки про пердеж. Да. Это даже какой-то диссонанс вызывает, я бы сказал, определенные. Играют хорошо все. Играет хорошо Вига Мортенсен, который, видно, что набрал вес, такое у него солидное брюшко. Играет хорошо Махершала Али. Трансформация его персонажа показана очень хорошо. Играет хорошо композитор, потому что он, в частности, крупные планы, там, когда игра на пианино была, он был дублером героя Али. Однако. Конечно, фильм по хорнометражу достаточно продолжительный. Это те же 2 часа 10 минут, как и в «Все без ума от мэрии». Но, я извиняюсь, конечно, сравнивать эти два фильма по качеству, это занятие неблагодарное. Это как жопу с окном. Да, жопу с окном, да. Совершенно две разные вещи в разных мирах находящиеся. Понятно. Я бы сказал, что если говорить о том, что вообще случилось, почему так получилось, что Питер Форелли снял это хорошее кино, иногда возникает ощущение, что это какая-то, знаешь, продолжительная тупая шутка от братьев Форелли, как в «Тупом, еще тупее 2», если ты смотрел трейлер, то мог заметить, что Джим Керри там сидел в психушке 20 лет. Да, смотрел трейлер. Да, и он такой говорит в конце, ну, говорит, что, дескать, я в этой психушке сидел просто, чтобы над тобой подшутить 20 лет. У меня возникло такое ощущение, не хочет ли Форелли над нами подшутить? 25 лет снимал какое-то говно и внезапно снял отличный фильм. Просто отличный. Ну, если он хочет над нами подшутить, то, похоже, в ближайшем будущем он вернется на уже проверенную корею, потому что на том же кинопоиске он числится как режиссер фильма под названием «Уолтер пердящий пес». Уолтер the farting dog. Ну, я рад, что все-таки возвращается на круги своя. Да, да. То есть смело можно рекомендовать к просмотру. Да, «Зеленая книга» можно смело рекомендовать к просмотру. С осторожностью можно смотреть дублированную версию, но я бы сказал, что нужно смотреть, потому что все-таки занести денежку фильму, да, на прокат. Хорошие фильмы надо поддерживать рублем. Хорошие фильмы надо поддерживать рублем. Этот фильм хороший. И все-таки некоторые шутки пробиваются даже через дубляж, который убил максимально адское итальянское произношение Вига Мортенсена. Тем не менее, многие шутки пробиваются. Очень хорошие шутки. Спасибо, что в отечественном дубляже не решили придавать его персонажу какой-нибудь, знаешь, национальный акцент, типа белорусского там, например. Или там сделать его каким-нибудь, знаешь, Махершалу Али героем, выходцем с Кавказа, да. Да, да, да. Вполне макей. Ёкарный бабай, как этот герой Гостюхина в дальнобойщиках. Жми. Жми. И под мелодию вот это. И аналогия, которую я приберегал напоследок, и которую хотел бы, да, с тобой поделиться, на что все-таки все это безобразие похоже. Братья Форели — это не только такие братья Коэна-курильщика, да. Альтернативно одаренных, да. Да, для альтернативно одаренных любителей дерьмового кино мне вспомнилась ситуация с Цукером Абрах... С Цукером... Как же их? Цукер Абрахам Цукер. Знаменитое трио, они же по аббревиатуре Zaz, да, Z-A-Z, которые снимали кучу как хороших пародийных комедий, так и достаточно проходных. В частности, мне вот вспоминается, что их дебют, Kentucky Fried Movie, ты не смотрел такой? Нет, не добилась. Вот они выступили там сценаристами, и это омерзительнейшее говно, я тебе могу сказать. То есть это, опять же, набор скетчей а-ля Movie 43, парочка скетчей нормальные, смешные, всё остальное там просто жопа, смотреть невозможно. То же самое случилось же и вот с этим трио. Получается, что Джерри Цукер, ну вот в 77-м году они выступили сценаристами Kentucky Fried Movie, а в 90-м Джерри Цукер пошёл на вольные хлеба и самостоятельно снял фильм «Привидение» с Патриком Суэйзи и Вупи Голдберг, который, соответственно, тоже заработал номинацию на Оскар и в прокате собрал больше 500 миллионов долларов. Если говорить об аналогиях, мне кажется, что здесь это будет уместно. То есть тоже комедийные режиссёры и тоже родственники, и тоже как бы вот один из них ушёл в режиссуру, снял культовый практически очень хороший фильм, который не стыдно крутить там, да, каждый год там постоянно по телеку. И потом они опять вернулись на круги своя, то есть там дальше пошли «Голый пистолет 2,5», «Горячие головы», «Горячие головы 2» и так далее. Да, занятная аналогия, действительно подходит. История идёт по кругу. Да уж. Ну, на этом, я думаю, можно уже сворачиваться, потому что наш подкаст уже длится, ну, добрую половину типичного фильма «Братьев Форелли» по продолжению. И всю эту х***ню придётся мне отрезать. Да, да. Поэтому подведём итоги. «Зелёную книгу» можно рекомендовать смело, всё остальное с оговорками. «Зелёную книгу» можно рекомендовать нормальным людям, всё остальное с оговорками. Альтернативным, да? Да, альтернативным людям. Ладно. В общем, спасибо в любом случае за разговор. Я думаю, что в обозримом будущем мы обязательно ещё найдём о чём пообщаться. Отлично. Спасибо, что связались таки. Были с нами. Спасибо, дорогие зрители, что послушали. Подождите. Спасибо, дорогие слушатели. Что посмотрели, да. Что посмотрели, да. Всем спасибо. Все свободны. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»